Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я вам хочу показать, как я проектировала коробочку в приложении дизайна спейса Крикот. Это специальная программа для плоттера Крикот. Но я думаю, это может быть полезно и для других плоттеров, хотя я знаю, что все-таки в Бразерс, например, там у них немножечко полегче, чем в Крикоте, потому что Крикот направлен немножечко на другое, нежели на планирование самого человека. Но я вам сегодня все расскажу. Но также в конце я вам расскажу еще, как можно будет спроектировать коробочку и вырезать, не имея плоттера, то есть своими руками, с помощью одного сайта. Я его недавно нашла, и такая прям сайт вообще очень классный, палочка-вручалочка. Так что давайте начнем, и заодно я буду рассказывать про все свои ошибки, которые я совершала, пока я проектировала этот шаблон. Так что если вам интересно, если вы стали обладателем Крикота и не знаете, как к нему подойти, то, надеюсь, я вам сегодня помогу. Так что давайте начнем, и всем приятного просмотра. Так, сейчас у вас на экране есть мой шаблон. Это шаблон неправильный, но вроде бы смотришь, похож, вроде бы нормальный. Но, знаете, я над ним работала, наверное, часа полтора, и в конце концов плюнула и поняла, что я шла совершенно этим путем. Я вам сейчас расскажу, в общем, вот это у меня коробочка. Конечно, сложно это понять, но это коробочка. Вот это дно, высота 9 сантиметров. Я сюда, это у меня было именно для адвент-календаря, и в следующем видео я вам покажу уже мастер-класс адвент-календаря, для которого у меня была эта коробочка. Коробочку я делала таким образом, что у меня здесь есть дополнительные клапаны с одной стороны и с другой. То есть, вот это у меня дно, это у меня бока по 4 сантиметра. Дополнительный клапан я делала для того, то есть, у меня стеночки, да, а клапан делала для того, чтобы у меня уплотнилась наверху вот этот слой, чтобы я смогла наслаивать коробку на коробку, и у меня коробки, которые были внизу, они прогинались. Здесь у меня крылышки, это тоже боковой, и это еще одна крышечка. То есть, у меня, получается, верхняя крышка состоит из трех номинований, вот эти, и вот сама крышка, которая закрывается. Вот этот клапан, который открывает эту коробочку. Надеюсь, я нормально объяснила. Что я делала? То есть, у меня все состоит, это все у меня вот отдельно, да, то есть, я брала, делала. Здесь, кстати, надо будет сейчас... А, нет, все нормально. Здесь можно инчи, можно сантиметры, здесь у меня уже все в сантиметрах. То есть, я брала, создавала, вот у меня как было, shape, да, и из shapes, то есть, разных, как это называется, форм, я выбирала квадрат, подгоняла уже под него, там определенная у него была длина и высота, то есть, 4 на 2 сантиметра, и я пыталась, делала, чтобы это было ровно. То есть, что я делала? Я так сильно увеличивала, и пыталась как-то так подстроить, чтобы у меня все получилось, сделала. Потом я беру второй, опять нажимаю shapes, выбираю квадрат, и давай делаю 4 на 4, здесь отбиваю 4 на 4, и снова пытаюсь как-то подставить, чтобы это у меня было все ровно. Для чего я это делаю? Чтобы потом, когда я вырезала, у крикота не было каких-то пробелов, да? И вот, например, я вот это все делаю, подстраиваю, пытаюсь, все сложно, потому что небольшой, знаете, такой вот сгиб, например, в одну сторону, да? И у вас уже ступенька, вроде бы, пока не видно, но когда вы объединяете и сливаете все это дело, чтобы крикот вам вырезал, да? То есть, здесь, например, есть кнопочка слияния, вы сливаете, и что вы видите? Что у вас кривизна есть, например, вот здесь, видите, вы слишком много наложили, здесь, опять же, плохо видно, но если приблизить, видна ступенька, вот эта. Также мы идем вниз, здесь опять ступенька, то есть у вас получится кривая коробочка. Я никак не могла понять, как же мне подступиться к этой коробке, потому что на самом деле в интернете совершенно нету информации по, именно по созданию своего шаблона. Можно купить, потому что здесь очень много есть покупных, но у меня был своеобразный размер, и мне надо было сделать именно определенный, определенный вот такой шаблон. Но, подумав-подумав несколько дней, я поняла, что я делала не так, и сегодня я вам покажу, как я вообще проектировала. Вернемся. У меня была вот моя вот эта вся красота. Так, все, вот моя красота. А здесь, кстати, я потом еще беговку делала, ну ладно. Я поняла, что я шла неправильно, то есть зачем же я по отдельности делала все эти квадраты, если я могу сделать по одному квадрату, то есть у меня вот это будет один прямоугольник. Я посчитала, сколько у меня вот эта вся длина составляет. Она мне составляет 18 сантиметров. Сколько у меня составляет вот эта вся длина? Получилось 28 сантиметров. И вот эта получилась 10 сантиметров. То есть я сначала нарисовала на бумажке, посчитала, да, то есть у меня эти по 3, сейчас со мной по 4. И я подумала, что я не буду таким путем идти, да, я просто сделаю прямоугольник 18 сантиметров, потом один вот этот, который будет 6 сантиметров, вот эта часть у меня будет 10 сантиметров, и вот эта часть будет 9. Все это вместе получается 28. И только потом, а я уже буду их соединять, но опять же думала, как же я их буду снять, чтобы у меня не было вот этих пробелов. И сейчас я вам расскажу, что именно я сделала. Ну, давайте начнем делать именно этот шаблон, который я делала. То есть, что для этого надо? Во-первых, я сказала, у нас была вот эта самая широкая часть с открывашечками, она у меня была 18 сантиметров и высоту 9. Следовательно, я иду сюда, пишу 18, не забываю убрать, и пишу 9. Смотрим нашу позицию, она у нас, видите, чуть-чуть сдвинулась. Мы делаем 6 и снова 6. Как можно по-другому сделать? То есть, вот вы смотрите, вот у нас есть х, есть у, да? Х это верхняя горизонтальная, у это вертикальная наша разметка. И мы смотрим, где же у нас верхний левый угол. Смотрим наверх. 6 сантиметров, значит, х это 6. Смотрим налево вбок. Тоже 6 сантиметров, это Y. Поставили. Можно, конечно, попытаться, как я раньше делала, вот сама. Но, понимаете, это очень сложно. У вас чуть-чуть дрогнет рука, и все. Вот вроде вы посмотрели, вроде бы ровно. Но потом, если посмотреть на вот это число, видно, что 6 нормально, а здесь уже 26. И вот эти маленькие, вроде бы, казалось, какие-то там копеечки, но, в конце концов, они вам все испортят. После этого мы продолжаем делать. Ну, теперь на первую лихушку нам надо сделать вот здесь 6 сантиметров. Снова нажимаем. Делаем 6 у нас. Не забываем эту штучку убрать. Значит, ширина 4, высота 6. Давайте, чтобы было удобнее отчитывать, мы прямо вот сюда впритык. Тогда будет легче. Снова же смотрим, чтобы у нас здесь было все ровно. И теперь ставим. Здесь он должен у нас быть, то есть у нас сначала 3 сантиметра, потом 4. То есть на 7 сантиметрах мы должны поставить. И смотрим, что у нас здесь, видите, 6, а нам надо 7. Мы переставляем. Все, он у нас подвинулся. Далее берем следующее. И так один за другим мы дорисовываем наш шаблон. Вот у нас получился такой шаблон. Вроде бы все хорошо, но осталось. Теперь надо сделать беговку. Потому что как же мы по-другому будем складывать. Что мы делаем? Мы сначала делаем слияние, чтобы наши уже квадратики никуда не убежали. Нажимаем сюда. У нас все слилось. Все хорошо. Теперь нам нужна беговка. Она находится здесь. Называется Scoreline. Мы на нее нажимаем. И что мы теперь делаем? Нам надо делать беговки. Опять же, можно это попытаться сделать на глаз, но легче и удобнее это делать с помощью вот этих Position. Что надо? Нам надо первую поставить, чтобы у меня была на тройке. То есть мы ставим сюда позицию 3 и 6. Все. У нас на месте. Но нам немножечко теперь надо удлинить. Мы смотрим. Удлинили. Все у нас. Видите? На место. Даже если чуть-чуть выйдет, ничего страшного. Если боитесь, убирайте. Все. Получилось. Теперь можно ее не рисовать, а просто скопировать, так как у нас эта сторона должна быть точно такой же. Поэтому мы переставляем и делаем сюда же. Опять можно на глаз, но мы уже умные. Мы будем делать это с помощью инструментов. 15 на 6. Все. Красота получилась. Дальше надо будет сделать здесь. И вот так потихонечку. Ой, не до нажала. Пока я говорю. Не до нажимаю. Если надо перевернуть. Мы можем перевернуть опять вручную. Вот так поставить. Но можем немножечко ошибиться. Здесь надо перевернуть полностью. Здесь написано Rotate. Мы пишем 90 градусов. И у нас четенько, ровненько все перевернулось. Где надо сделать? Опять у нас должна быть позиция 7. 7 см. То есть мы смотрим здесь 7 см. Здесь у меня клапан 2 см. Клапан 2 см. Переставляем на 2. Все, он на месте. Теперь что осталось сделать? Это просто его уменьшить. Мы смотрим у нас 7 см. И здесь 6 см. И таким образом мы доделываем все наши беговочные линии. Все, мы сделали все наши беговочные линии. И перед тем, как отправить наш шаблончик на резку, мы должны выбрать все. То есть у нас выбираются все наши линии, все-все. И мы снова должны только уже не слить, а чтобы все у нас собралось в единый кусочек. И теперь можно спокойно перемещать. И все наши линии перемещаются. Если мы этого не сделаем, то линии у нас будут отдельно, шаблончик отдельно. И перед тем, как я отправлю все это дело нарезать, и мы с вами соберем мою коробочку, я, как обещала, покажу вам сейчас сайт, чтобы мы сейчас с вами все закончили с компьютером, потом перешли уже за стол. И вот так выглядит сайт. Он называется Template Maker. То есть здесь вы можете подобрать любую коробочку, любой конвертик, какой вы хотите, и именно подобрать его со своими размерами. То есть смотрите, как интересно. Во-первых, это все бесплатно. Ничего платить за это не надо. И здесь огромное количество пакетиков вот таких коробочек, которые в виде подушечки, в виде звездочек, конусообразные, в виде сердечка. То есть выбор просто огромный. Звездочки, которые мне всегда очень хотела попробовать, как все это делается. Есть просто обычные коробочки, даже гробики, в принципе, вот Хэллоуин же. И давайте вот как раз вот моя коробочка, она очень похожа по типу, как у меня, только здесь, конечно, нет дополнительных вот этих клапанов. Но она очень похожа. Что мы делаем? Во-первых, мы выбираем, как мы будем, то есть у нас в инчах, сантиметрах или в миллиметрах. Потом мы подстраиваем под свой размер. Например, у нас ширина 6, высота пусть будет 9, а длина, что там длина? Длина пусть будет 5. Примерно, да? И вот он говорит, какой у вас будет размер именно на страничке. Но также можно еще расширенные настройки, то есть отверстие. Какое вы хотите отверстие? Вот эту штучку. Закрывающий клапан. Какой? Я, например, хочу 2 сантиметра. Клапан для склеивания, да? То есть вот эти все ушки. Кому-то нравится 1 сантиметр, кому-то нравится 3 сантиметра. Я, например, хочу 2. Мне вот так удобнее. Боковой клапан, припуск для печати, закругленный уголочек и потом, как вы хотите, то есть в PDF, в SVG и DXF. Но здесь вот, если вы будете перебрасывать все это дело именно в крик, я советую вам делать в PDF. В SVG как-то очень сложно и не всегда понимает программа, именно полторска. Это я говорю именно только за крик, я не знаю, как другие. Поэтому лучше всего это сохранять в PDF. Также, видите, можно без печати просто посмотреть, как вам нравится. И можно еще нарисовать разметочные линии. Например, хочу нарисовать, да? И как мы хотим открыть, посмотреть или загрузить. Давайте у нас в PDF, и мы хотим просто посмотреть, как вообще все это будет выглядеть. И нам примерно показывают нашу. То есть вот, видите, как мы все там красиво рисовали, что, сколько надо, вот так очень интересно, очень подрисовывают, все это делают. В принципе, все. То есть, если, например, вам, конечно, не нужны вот эти всякие извращения, давайте вернемся и будем без вот этих разметочных линий, потому что они могут нас как-то запутать. Вот ваша коробочка. Если у вас нету плоттера, вы просто вот так распечатываете на плотной бумаге и складываете. Это самое легкое, это много легче, чем рисовать от руки. Поверьте, я рисовала от руки, я знаю. И если, конечно, нужна одна коробочка, то от руки, ну, когда надо сделать 30 коробочек, то у вас рука просто уже отвалится. Здесь уже все для вас сделано. И очень чем еще удобно, что вы можете сделать любой размер именно под ваш проект. Вот. Вроде бы все рассказала. Очень классный сайт. Внизу оставлю ссылочку. А теперь давайте возвращаться и продолжим делать мою коробочку. Мы нажимаем на Make it. И вот у нас появляется. Но так как я люблю, чтобы мой коврик как можно дольше сохранялся в живых, я люблю перетаскивать вот свои детальки в разные стороны. То есть если у меня какая-то была маленькая штучка, я ее перетаскиваю в этот угол или в этот. Так как вот эта примерно половина, она всегда максимально используемая. И можно заметить, что на ней уже пореза достаточно глубокий, она не такая липкая. Поэтому я люблю всегда перетаскивать одно место на другое. Я специально... Мне надо много. Мне надо 30 коробочек. Я уже много нарезала. И давайте сами сейчас нарежем 6 коробочек. То есть нажимаем, нажимаем на Apply. И вот у нас появились. Но опять же наша штучка улетела. И теперь надо нашу фигурку повернуть в каждом... Получается в каждой копии. Поворачиваем. После того, как мы все сделали, все у нас готово. Нажимаем Continue. Мы должны подключить нашу машину. Она у меня включена. Выбираем теперь, какой у нас... Какая у нас бумага. У меня Cardstock 65. Но 60 это нормально. И здесь также надо выбрать, чем вы будете резать. Есть вот такой Scoring Wheel. Но у меня его нету. Поэтому нажимаем сюда на Edit Tool. И я выбираю такой стилус. Мне удобнее, потому что стилус в A, а основной ножик в B. Если мы выберем предыдущий, если бы у меня был, то мне пришлось бы сначала B. Сначала этот нож вставлять, потом другой. В общем, мне кажется, как-то геморройненько. Теперь, что он говорит, это мы должны приклеить бумагу на мат и нажать на эту стрелочку. После того, как он все проверит, говорит, все нормально. А мы нажмем на Go. Субтитры сделал DimaTorzok У нас получилась вот такая вырезанная деталька. Теперь надо нарезать наши вот эти ушки. Конечно, можно было это как-то спроектировать еще на самом шаблоне, но мне кажется, что это было еще как-то более сложно. Надо было отдельно делать. В общем, я решила не заморачиваться. Мне легче так отрезать. Почему так их отрезаем? И теперь у нас есть все наши сгибы, линии сгибов. Мы просто сгибаем. Очень хорошо проходим палочкой, чтобы потом нам было легче все это дело склеивать. И, в принципе, все. Осторожненько. Все по порядку сгибаем. Перед тем, как мы будем склеивать наши детальки, я хочу немножечко подрезать некоторые клапаны. А именно, вот этот клапан, благодаря которому у нас будет открываться наша вот эта коробочка. И я подрезаю вот так. Прям совсем немножечко. И также вот эти ушки, тоже, чтобы при склейке они нам не мешали, я также немножечко их подрезаю. С этой стороны. И вот этот клапан. И теперь мы можем собирать нашу коробочку. Как мы это будем делать? Сначала надо нанести клей сюда и приклеить вот так. Потом наносим клей на это ушко и приклеим вот эту сторону. Теперь надо заклеить сверху. Вот эту штучку отгибаем. И мы должны приклеить эту поверх вот этой. Подносим клей всего наполовину. Потому что у нас не до конца закрываются. И теперь, что мы делаем, это доклеиваем верхушку. У нас все везде ровно. И наша коробочка готова. Так у нас будет закрываться. Вот такая коробочка. Таким способом можно сделать совершенно любую коробочку любого нужного вам размера. С дополнительными клапанами, с дополнительной крышечкой. Может быть, хотите, чтобы крышечка у вас и с этой стороны открывалась. То есть, по той технологии, которую я вам показала, можно спокойно и очень быстро вырезать в такую коробочку. Особенно, если вам надо их вырезать там 20 штук, 40 штук, если вы делаете, например, как я делала для ответа календаря, конечно, в миллион раз удобнее делать это именно на плотере. Надеюсь, моя информация была для вас полезна. Пишите свои комментарии внизу. Обязательно их прочитаю. На все вопросы отвечу. На этом буду с вами прощаться. Спасибо большое, что были со мной, что посмотрели это видео. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok